Иногда в программе есть необходимость хранить таблицу или матрицу. Давайте, к примеру, вспомним наших студентов. Пускай эти студенты обучаются некоторым предметам, и мы хотим хранить некий электронный журнал, то есть для каждого студента хранить набор оценок по каждому из предметов. Как это можно делать? Как можно представить такие данные? Такие данные удобно представить в виде таблицы, где строчки соответствуют студентам, а столбцы соответствуют предметам. Давайте пронумеруем наших студентов, начиная с 0, 0, 1, 2, 3 и так далее. Предметы тоже пронумеруем аналогичным образом. Тогда на пересечении, скажем, второй строчки и первого столбца мы будем хранить число, соответствующее числу баллов второго студента по первому предмету. Ну, скажем, 5. То есть пускай у нас второй студент по первому предмету имеет 5 баллов. И так для всех пар строчек и столбцов. То есть всех пар студентов и предметов. Как хранить такие данные в питоне? Такие данные можно хранить с помощью двумерных списков. Простейшим примером двумерного списка является такой список А, который содержит внутри себя три элемента, три значения. Каждый элемент является в свою очередь тоже списком, состоящим из трех элементов. То есть такой списочек можно представить в виде матрицы 3х3, где значения записаны следующим образом. В первой строчке записаны числа 1, 2, 3. Во второй строчке записаны числа 4, 5, 6. В третьей строчке записаны числа 7, 8, 9. Ну, на самом деле индексация ведется с нуля, поэтому это строчка с номером 0, строчка с номером 1 и строчка с номером 2. Столбики тоже нумеруются от нуля. Тогда, поскольку список А это в первую очередь просто список, то мы можем явно обратиться к одному из элементов этого списка и получим значение этого элемента, то есть в данном случае списочек из трех элементов. И поскольку значение этого элемента является список, то мы у него можем в свою очередь тоже взять некий элемент. Поэтому можно использовать конструкцию, содержащую два индекса. Первый индекс отвечает за очередной номер списка, то есть номер строки в нашей матрице. А второй индекс отвечает за позицию элемента в этом списке, то есть за номер столбца. То есть элементу А1,1 соответствует первая строчка и первый столбец. На пересечении этой строчки из столбца стоит число 5. Поэтому результат в данном случае будет число 5.